Сегодня у нас такое довольно необычное выступление по инициативе журнала КИМ, но с учетом коронавируса решили проводить выступление, ну, я почти один на один с камерой. Но это неправда, я не совсем один в данной комнате, но близко к тому. И сегодня хочу поговорить о демографической ситуации в Корее, о корейской демографии и о корейской семье. Эти две темы связаны друг с другом, хотя, в общем, наверное, не так связаны, не так тесно связаны, как почему-то принято думать, но, безусловно, связаны. Численность населения, рождаемость, смертность, изменение в рождаемости смертности. Ну, и, конечно, семья. Начну, наверное, издалека, начну с времен достаточно древних. Ну, все практически оценки численности населения до где-то 19 века, они достаточно приблизительные. Ошибка там измеряется, ну, скажем, не долями процента, а может даже и довольно большими процентами. Чем дальше, естественно, тем точности меньше. Ну, вот, для начала нашей эры, условно говоря, времена Рождества Христова, численность населения планеты оценивается примерно в 150-200 миллионов человек. То есть, сколько там получается? В 35-40 раз меньше, чем сейчас. 150-200 миллионов. Любопытно, что из этих 150-200 миллионов, как и сейчас, примерно четверть живет в Восточной Азии. Рис, уже он начинает входить в обиход, а рис все-таки культура, очень способствующая плотному населению. А с другой стороны, без плотного населения рис ты и не вырастешь. Ну, вот, значит, численность населения мира 150-200 миллионов приблизительно 2000 лет назад, к 15 веку, к моменту Великих Географических Открытий, ну, добирается численность где-то миллионов до 450. А в самом начале 19 века, по-видимому, впервые достигает одного миллиарда. К началу 20-го численность населения удваивается. Это уже почти 2 миллиарда в начале 20 века, сейчас 7. То есть, все говорят, точнее, говорили, больше об этом серьезные люди не говорят, но много говорили о страшном демографическом взрыве. До сих пор по инерции постоянно говорят о том, что везде население растет. Растет, не растет оно. То есть, население-то растет, а вот рождаемость падает. И много она где уже ниже уровня простого воспроизводства. И по этому процессу, как мы сейчас увидим, по этому показателю, Корея впереди планеты всей. Хотя радоваться этому, естественно, никто не радуется. Ну, в любом случае. Итак, вот такая вот общая картина. Повторяю, она очень общая. Потому что переписи, конечно, проводились, как только государство появилось, точнее, как только у государства появились бухгалтеры и министр финансов, им очень захотелось посчитать налогоплательщиков. Поэтому переписи проводились с незаправедных времен. Но была одна проблема. Налогоплательщикам никогда не хотелось, чтобы их посчитали. И они изо всех сил старались от этой переписи уклониться. Кроме того, считали, опять-таки, не любое население, а экономически полезное. То есть, то население, с которого можно было что-то там в смысле налоговых выплат поиметь. Поэтому все переписи до где-то начала 18 века, это не переписи, это попытки учесть налогоплательщиков, которые со своей стороны от этих попыток бегали во все стороны. Нормальная современная перепись появляется в Швеции, первый раз проводится в 18 веке, где-то там с первой половины 18 века, 730-е, 740-е годы. А по-настоящему надежная информация о численности населения планеты, это уже только 20 век. Так вот, что же скорее? Ну, в Горее те же самые проблемы. Точных сведений нет. Все оценки, причем переписи проводились, результаты скачут очень сильно. Естественно, за такой короткий промежуток население не могло ни увеличиться настолько, насколько, казалось бы, оно увеличилось по пересе, ни наоборот сократиться. Но в общем, так очень условно говоря, скажем так, в 14 веке население Кореи, сейчас повторяю это, 75 миллионов человек примерно, это 4 миллиона человек, в 20 раз меньше, чем сейчас. Где-то к веку 17-му население добирается до 10 миллионов человек. Опять-таки, в 7 раз меньше. Опять-таки, к северу от Сеула леса, в которых свирепствуют тигры. Поэтому у городских ворот стоит полицейский патруль и людей не пускает. Потому что тигры на окраинах Сеула, то есть сразу же за городской стеной, могут на тебя напасть с летальными последствиями. Поэтому туда идут люди только группами под охраной полицейского патруля с ружьем. Это все 19-й век уже. В 1911 году проводится первая нормальная перепись, дающая более или менее надежные результаты. Население Кореи, 1911 год, 17 миллионов человек. К 45-му году оно увеличивается очень существенно, до 25 миллионов, а потом еще резкий прыжок на 5, к 49-му, до 30-ти. А почему так? Ведь так не бывает. Вот 25 миллионов было в 45-м, и вдруг в 50-м году сразу откуда ни возьмись, там почти 30, ну 29. Тут возвращенцы. Дело в том, что большое количество корейцев в это время, в 30-е и в 40-е годы, иногда не по своей воле, как вам часто будут рассказывать в Корее, чаще по своей воле, выехали в Японию и в Китай. И в конце 40-х они в своем большинстве вернулись на историческую родину, поэтому такой вот там произошел резкий рывок. Это вернувшаяся эмиграция. Значит, соответственно, к 50-му году 29 миллионов в обеих Кореях. Причем пропорция населения юга и севера 2 к 1, и она практически не меняется 70 лет. В Южной Корее население всегда было почти точно в два раза больше, чем в северной. Ну, вот сейчас пропорция такая. Население Южной Кореи составляет 51 миллион человек, а население северной 25 миллионов. Ну, в сумме чуть-чуть округляя, на корейском полуострове живет 75 миллионов человек. Итак, что же корейская семья представляет из себя на протяжении последнего, скажем, 120 лет? Тут есть такое замечание. Обычно наши лекции делились как бы на два, пополам каждая тема. Я там говорил, условно говоря, о транспорте до 45-го года и о транспорте после 45-го года, о жилищном строительстве до 45-го и после 45-го, ну, скорее после 53-го. Действительно, очень много изменилось с независимостью. Но вот если говорить о семейной структуре, то там перемены не совпадали с политическими переменами. То есть корейская семья, первая волна перемен, началась в самом начале 20-го или, может быть, в последние годы 19-го века. А в 60-е годы эта волна стала куда более серьезной и высокой. То есть фактически, ну, если еще с первыми, так сказать, первые изменения, они как-то связаны с колониальной экспансией, с появлением японцев, с установлением колониальной администрации, и мы об этом немножко поговорим, то восстановление независимости, оно на картину семейных отношений почти не повлияло. Что повлияло? Это экономическое, стремительное экономическое развитие, которое в Корее началось все-таки позже, началось уже в 60-е годы. Итак, что такое корейская семья образца, скажем, 1900-го года? Ну, во-первых, она не очень-то отличалась от корейской семьи образца 1500-го, или, скорее, все-таки 1600-го года. 1500-го, кстати, был немножко другой, 1600-го года. Страна, в общем, оставалась очень традиционно конфуцианской. Первое, что нужно отметить, это то, что демографы называют высокой брачностью. Дело в том, что если мы посмотрим по разным странам мира, мы обнаружим, что были страны, в частности, очень многие страны Северной Европы, где какая-то ощутимая часть населения никогда не вступала в брак. То есть, где-нибудь в Англии, или в Германии, или в скандинавских странах обычным делом была старая дева, их было довольно много. Значительная часть мужчин шли в монахи, шли в священники, которые тоже не могли вступать в брак. То есть, значительная часть населения в европейских странах позднего средневековья в брак не вступала. А вот в Корее этого практически не было. В Корее существовала конфуцианская установка. Твоя обязанность произвести потомство. И не абы какое потомство. Только мальчики засчитываются. Девочки – это брак производства. Дело в том, что если у тебя будут дети, точнее сыновья, девочки, повторяю, дочери не считаются. Если у тебя будут дети, это означает, что они будут совершать обряд жертвоприношения духам предков. Не только тебе, но и твоим предкам по прямой мужской линии. Всем. То есть, если ты не смог оставить сыновей, ты совершил таким образом акт величайшей непочтительности по отношению к своим родителям и более дальним прямым предкам. А это в конфуцианстве недопустимо. Ведь главная добродетель конфуцианская – это сыновья почтительности. Поэтому установка такая – хошь не хошь, а детей производи. Это установка мужская. Женская же установка отчасти в этом смысле комплиментарная. Женщина воспринимается в первую очередь как, ну, скажем так, то, что рожает детей для семьи. Это четкая установка. Первые сомнения в правильности такого подхода появляются только в конце 19 века. Поэтому любой кореец вступает в брак. Любая кореянка вступает в брак. Причем очень рано. Мы сейчас об этом поговорим. Монахов, монахинь в стране очень мало. Да, в буддизме есть монахи и монахини. Но я уж не говорю о том, что в традиционном народном сознании корейском они были все всегда страшными блудниками, блудницами, развратницами. Но забывая даже об этом, было просто элементарно мало. Кстати, по очень простой причине. В странах Восточной Азии, ну, по крайней мере, в Китае и в Корее, правительство не очень хотело, когда бы люди не очень приветствовало то, что люди шли в монахи. Причина проста. Монах не платил полноценных налогов. С точки зрения правительства, любой монах – это убежавший налогоплательщик. А налогоплательщиков любое правительство умеет ловить, а уж правительство Восточной Азии по этой части особенно отличались. Соответственно, старых дев тоже не было, потому что существовала четкая установка – девочку нужно выдать замуж. И у девочки, в общем, не было никаких сомнений, что именно такова ее судьба. Это замуж и детей рожать, сыновей по возможности. Ну, как получится, но сыновей главное. Браки были ранние. То есть, очень ранние. Значит, вот в 911 году, когда провели обследование, вот первую перепись, обнаружилось, что порядка 22% мужчин и 62% женщин вступили в свой брак, когда им еще не исполнилось 15 лет. Повторяю, две трети кореянок в начале 20 века выходили замуж, когда им не было 15. Это, кстати, особенность именно корейская. На нее с некоторым, скажем так, изумлением смотрели все соседи – японцы и китайцы, где все-таки в брак вступали по нашим меркам очень рано, но все-таки попозже. В Корее нормальный возраст вступления брак – это тогда, 120 лет назад, 13-14 лет. Причем зачастую невеста была на два старше жениха, хотя это тоже воспринималось как норм. Причем это обстоятельство, конечно, вызывало довольно большое удивление. И потом я уже буду рассказывать, что именно с ранними браками стали бороться очень разные силы, которые друг друга терпеть не могли. Но ранние браки, браки вот этих мальчиков, девочек считали совершеннейшим безобразием. Другая еще особенность – это при том, что брачность высокая, практически, ну не практически, вдовы редко вторично выходили замуж. Теоретически существовала установка, что вдова ни в коем случае замуж выходить после смерти мужа не должна. Для мужчины повторный брак являлся практически обязательным. Только в самых низах, где люди были просто элементарно очень бедны, с этим могли возникать проблемы. А зажиточный крестьянин, не говоря уж о помещике, в случае смерти жены был фактически обязан найти себе новую супругу, ну вот буквально вот там в течение, ну если не года, если не менее нескольких месяцев, то года другого. Вся система была устроена, и на него давили страшно со всех сторон, чтобы он срочно женился второй раз. А вот женщине нельзя. Поэтому вдова тогда называлась по-корейски, и одно из главных, собственно, на тот момент термин, миман ин, еще не умерший человек. Вот главное слово это еще. Слово вообще китайское, произволь заимствование, как и очень большая часть корейской лексики, то есть подразумевается, что вообще-то ей путем умереть бы надо, но вот как-то так вот незадача вышла, она не умерла. Ну, ждет. Вот так сказать, в листе ожидания. Поэтому вдовы традиционно замуж не выходили. Обойти эту проблему вполне было можно. Ну, в элитных семьях таких аристократических, полуаристократических, серьезных дворянских семьях такими спектаклями не занимались, а в семьях попроще обнаружился довольно простой выход. Можно было организовать похищение вдовы. То есть вдова, в принципе, вполне могла хотеть замуж выйти, и не просто абы за кого, у нее там может быть какая-то любовь уже, какая-то симпатия, и мужчина вроде приятный, и нравится, и влюблена она в него, или просто не нравится, и одной прожить сложно. А как быть, если она же выйдет, она же еще не умерший человек? Вот организовывались похищения, фальшивые похищения. Когда вдову просто заворачивали там какой-то такой соломенный мат и уносили, ну, а после этого что же оставалось искать? Ну вот меня унесли, обесчестили, что же мне остается делать? Грех, единственный способ, страшный грех, так сказать, как бы прикрыть, это совершить менее опасный грех. То есть хоть и вдова, но вот выхожу, я, значит, замуж за своего похитителя. Все понимали, что это спектакль, но спектакль иногда, иногда всегда срабатывал. Но, повторяю, что чем выше статус семьи, тем сложнее. И вообще это, кстати, одна из интереснейших особенностей. Когда мы говорим о ситуации в семьях, мы всегда забываем, что вот эти все сложные требования, ритуалы, правила, их, как правило, выполняли люди, относящиеся к верхушке общества. Потому что людям попроще, ну, как-то с этим было трудно возиться, трудно заморачиваться. Все эти требования, ну, они им были просто не по деньгам зачастую. Но, тем не менее. Дальше. Женщина, статус женщины. Ну, вот, традиционно у нас низкий статус женщины ассоциируется с странами ислама. Но, надо сказать, что в Корее до конца 19 века большой вопрос нас, в лучшем ли положении находилась женщина, чем в мусульманских странах. Может быть, даже и в чем-то худшем. Потому что, повторяю, общая установка была такая, что вот ты должна по возможности рано выйти замуж. Естественно, супруга тебе выбирали, родители, ни о каких других вариантах, вплоть до 20-х годов вообще разговора не было. Ты выходишь замуж и начинаешь беременеть как можно чаще, рожать детей в надежде на то, что ты произведешь на свет много мальчиков. И мальчики эти не умрут в младенчестве. Это важный момент, о котором мы сейчас тоже чуть-чуть поговорим. И, соответственно, ты будешь уважаемой Матроной. Потому что статус женщины во многом зависел от того, сколько у нее детей мужского пола. Любопытно даже, что у женщины в традиционной Корее не было имен. То есть, у женщины до конца 19 века было так называемое детское имя. Это прозвище. Часто не китайского происхождения. То есть, ей давали какое-то вот такое прозвище, а официального имени, которое тогда, да в большинстве, подавляющем большинстве случаев и сейчас, состоит из китайских иероглифов, такого имени у женщины не было. То есть, с точки ни в каких юридических документах, женщина там упоминается, вы не увидите ее имени даже. Она будет именоваться как дочь такого-то, жена такого-то, мать такого-то. Повторяю, формального имени у нее не было. И к имени, в общем, по имени к ней особо не обращались. Но в Корее вообще обращаться по имени, это, так сказать, в те времена, особенно это было так, это либо был признак грубости, либо край, либо очень близких отношений. Так вот, ну вы, наверное, знаете, что и сейчас в Корее женщину часто называют по имени ребенка, вот, мама такого-то. Тогда это была совершенно нормальная вещь. Только в 1910 году, только в 1910 году японская колониальная администрация делает обязательной формальную регистрацию всего населения. Именно тогда корейские женщины приобретают формальные, полные формальные имена. То есть вот у нее, как у мужчины, у женщины сейчас абсолютно одинаковая структура имени, фамилии. То есть, естественно, и женские имена, есть мужские, есть нейтральные, которые могут быть и женскими, и мужскими. Вот, ну о корейских именах, фамилиях это отдельная тема. Но вот эта вот ситуация, фамилия односложная, в редчайших случаях двусложная, а за ней имя обычно двусложное, иногда односложное, эта структура только с 910-х годов. Ее, собственно, вели уже, вели японцы. Кстати, интересно, что кореянки, как вы, возможно, знаете, выходя замуж, фамилии не меняют. Причем до недавнего времени браки между людьми, имеющие сначала одну фамилию, потом упростили одну фамилию и один пон, но это тоже отдельный разговор, они были запрещены. Так вот, традиционно кореянки, выходя замуж, фамилию не меняли. А в конце 19 века, когда в Корее появляются, ну скажем так, протофеминистки, они стали менять фамилию. Работа. Ну, в общем, конечно, мы говорим о семье в 900-м или 910-м годах, подразумевалось, что женщина работать не будет. Но в этом нет ничего удивительного. Вы учтите, водопровода, в общем, нет. Но в 1908 году только в Сеуле появляется. Канализации нет, холодильников нет. То есть, если ты только не женщина из очень богатого дома, ты практически все время, да еще у тебя шестеро детей или семеро в среднем, то ты все это время будешь как миленькая заниматься домашними делами. Там даже если было желание, особо ты не поработаешь. А для элитных профессий тоже женщинам в общем не было. Ну, естественно, женщины наравне работали в поле, ну, с оплугом особо не походишь, очень тяжелая работа, там мускульная масса важна. А в огороде это, конечно. Помогали мужу в какой-то мелкой торговле. В принципе, женщина средних, старших лет или вдова вполне могла сама вести какой-то небольшой бизнес. Это допускалось. Формально в стране существовало многоженство. Точнее, существовала система одной жены и нескольких наложниц. То есть богатого. Жена всегда была одна. У корейцев всегда была одна жена, которая по своему статусу резко отличалась от наложниц. Наложницы были много ниже. И, скажем, в дворянских семьях, пока в Корее существовала до конца 19 века сословная система, дети, рожденные наложницами, они не пользовались полными дворянскими правами. То есть у них были определенные привилегии, если у дворянина и его наложницы из крепостных рождается ребенок, он, в общем, все равно пользовался частью дворянских привилегий. Если наложница была из свободных крестьянок, то привилегий было чуть-чуть больше, но все равно ограничения были очень серьезные. Просто по той простой причине, что это ребенок от наложницы. Ребенок от главной жены всегда имел привилегии. Более того, если у главной жены не было своих сыновей, то обычным делом было усыновление, когда она формально усыновляла кого-то из детей от наложниц. Однако, когда в России заходит речь о всяких гаремных делах, ну, я, в общем, все время замечаю, что у нас люди очень часто не понимают, насколько все-таки это было все редко. Ну, понимаете, вообще женщины и мужчины поровну. И количество мужчин, которые могут себе позволить гарем, даже самые маленькие в количестве двух там женщин, оно, в общем, по-большому счету, всегда было ограничено. Это касалось всегда верхушки, причем иногда мизерной верхушки. Хотя, теоретически, да, в Корее могла быть наложница только у богатых и очень богатых людей на практике одна, две, редко три наложницы могли быть. В чем это, я повторяю, это признак очень высокого статуса и очень высокого дохода, потому что все это стоило денег. Так что наложницы теоретически существовали, да и практически тоже, но для большинства населения, большинство населения это не касалось. Тут вообще, кстати, такой момент, когда мы говорим об истории, у нас есть такая тенденция у всех, в разной степени, но она у всех есть. Мы постоянно срываемся в разговоры о верхних, даже не десяти, дай бог десяти, может быть, о верхних двух-трех процентах. Мы забываем подавляющее большинство населения страны. Мы говорим о проблемах этих самых кавалергардов и господ офицеров голубых князей, которые составляли меньше процента, доли процента населения. Ну ладно. Значит, и так, перемены первые начинаются где-то в 1910-е годы, примерно еще в 1907 году корейское правительство принимает новое законодательство, которое устанавливают по тем тогдашним меркам весьма высокий брачный возраст. То есть, минимальный брачный возраст с 1907 года 15 лет для девушек, 17 лет для юношей. Компании против ранних браков их стали активно вести как миссионеры, так и колониальные власти. При том, что колониальные власти очень плохо относились к миссионерам, считали, что они там то ли шпионы, то ли подрывной элемент, всякие вредные западные идейные идеи насаждают, религии всякие неправильные завезли. Но, а колониальные, миссионеры, естественно, не любили японцев, все так сказать, зеркалили друг друга по части взаимной нелюбви. Но, в отношении ранних браков они оказались полностью солидарны. И, действительно, на протяжении последнего столетия средний возраст вступления в брак рос. В 25-м году средний возраст вступления был 16,7 для женщин, почти чуть меньше 17. Вроде бы, рано, но уже не так плохо, как в былые времена. К 60-му году он вырос до 21,5 года, а сейчас 30,5 лет. Повторяю, речь идет только о женщинах. У мужчин обычно чуть повыше. Еще другая, кстати, особенность, развод немыслим. То есть, формально он появился в праве, в колониальный период, и как раз в самой Японии развод был довольно обычным делом. А вот в Корее развод так и оставался табу вплоть до 80-х годов. Мы еще к этому немножко вернемся. Какие другие изменения произошли в семейной жизни? Ну, главное, какое-то количество стало работать женщин. Хотя, повторяю, я вот уже говорил, когда мы рассуждаем о прошлом, мы должны всегда понимать, что танцующие на балах кавалергарды это нетипичный представитель России начала 19 века. Типичный представитель России начала 19 века это русский мужик, причем с большой вероятностью крепостной, по приказу этого кавалергарда, точнее его управляющего периодически поротой. Вот это типичный. Если держать в уме постоянно, что мы говорим о горожанах, причем о людях, которые среди горожан составляли большинство, то есть это сначала десятые доли процента, а потом, скажем, небольшие проценты всего населения, то в этой среде женщины стали работать. Это было очень неожиданно. В начале 20-х годов, например, впервые в истории банк в Сеуле, тогда именовавшимся назывался город Кёнсон, если в корейском произношении, Кэйджо, если в японском произношении иероглифов, вот один из банков впервые взял на работу женщину в качестве операционистки. И говорят, что люди просто ездили посмотреть как-то так. Женщина работает в банке. Но, тем не менее, к концу колониального периода, где-то к концу 30-х, началу 40-х, некоторое количество, может быть, даже уже и большинство женщин в относительно зажиточных слоях работало, но только до замужества. За редчайшими исключениями подход был такой. Женщина в образованных городских слоях, еще раз повторяю, это очень маленькая часть населения, эти слои, по окончании школы, к тому времени все уже девочки учились, какое-то время работает, но потом она выходит замуж и автоматически с работы уходит. мысль о том, что замужняя женщина будет ходить на работу, но такая мысль никому в голову не приходила, в общем, до 60-х, наверное, годов, вообще, в принципе. Тем не менее, появились работающие женщины, молодые, и появились первые рабочие места. Не очень много, в чем в основном это была такая чистая работа, условно говоря. Появились секретарши, машинистки, при том, что корейская письменность не очень способствовала развитию машинописи, но в принципе она была телефонистки, потому что телефонные операторы, никаких коммутаторов, там телефонная барышня, девушка, девушка, алло, смольный, вот, ну, то есть, конечно, смольная, а управление губернатора в Сеуле. Появились учительницы младших классов. Сначала только в женских школах, в 22-м году такая маленькая революция произошла, генерал-губернатор разрешила женщинам работать и в школах для мальчиков, но только в начальных классах. Это было классно, это было здорово. Дело в том, что зарплата, конечно, была безумная по тогдашним меркам, там учительница младших классов получала в среднем 45 вон в месяц. 45 вон в месяц это очень большие деньги. Когда квалифицированный рабочий получал 15, ну, от силы 20 вон за очень тяжелую, довольно опасную работу, зачастую шахтер тот же самый поменьше даже получал. Молодой служащий получал 25-30 вон, а тут женщина с педагогическим образованием, обычно среднее педагогическое, сразу 45 вон. Ну что, 45 вон очень большие деньги. Это, ну, там, как раза в три выше, ну, в два-три раза выше средней по стране. Появились медсестры, конечно, хотя любопытно, что кореянки пошли заниматься в медсестры довольно поздно, то есть, первые эксперименты были рано, он так массово где-то уже только в конце 30-х годов. То есть, появились такие массовые профессии женские для образованных девочек из, условно говоря, немногочисленного среднего класса. И одновременно стала нарождаться уже такая совсем элита западного типа. Причем образованные женщины, вот это самая элита западного типа, профессора, ученые, юристы, художники, художницы, точнее, и так далее, они практически все были выходцами из христианских семей. Тут, я не помню, в нашем блящемся уже много лет цикле, говорил ли я об этом когда-то или нет, но в Корее христианство вообще, и если говорить о конце 19-го, первой половине 20-го века, то христианство в особенности протестантское, раньше это было немножко иначе, начало в этот период все-таки не просто христианство протестантское, оно было таким очень прогрессистским учением. В Корее, когда человек, при том, что в это время в Европе достаточно церковь занимала реакционные позиции, то когда в Корее человек говорил я верую в Христа, то он еще также говорил по умолчанию, а также верю в законы термодинамики и ньютоновской физики, возможность в необходимость там, не знаю, парламента и так далее. И равенство, конечно, людей, по крайней мере, юридическое. Так что неудивительно, что именно в христианских семьях впервые появляются, возникают такие ситуации, когда родители в принципе не возражают против того, чтобы девочка пошла учиться. Такая страшная мысль, чтобы отправить девочку в школу в конкурсанской семье, конечно, не появлялась. Если хотели учить, то учили на дому, но это было очень редко. А в христианах, молодых христианах стали отправлять в школу и стали появляться первые корейские, уже хорошо образованные, с высшим образованием женщины. Ну вот, наверное, первой корейской женщиной, окончившей университет в Америке, Истер Пак стала. Из небогатой христианской семьи, но это вообще не женщина, какой-то такой, это самый, ядерный реактор на самоходный. Она прожила очень короткую жизнь, ей было так чуть больше 30, когда она умерла в 1910 году, но это что-то невероятное. То есть, она окончила блестящую миссионерскую школу, получила стипендию ехать в Америку, учиться. Родители возражали, родители, в принципе, не возражали, когда она пошла в школу, но ехать дочь за границу, они поставили условие, она должна выйти замуж. И она вышла замуж, причем муж совершенно четко понимал, что это делается, чтобы она смогла поехать за границу, достаточно простым работящим мужиком. Он просто там, в Америке, занимался тем, что арендовал землю, овощи выращивал, продавал, потому что немножко не хватало стипендию. Она училась в медицинском, окончила, вернулась, сделала, конечно, очень много. То есть, она тут и первые курсы медсестер открыла, переводила огромное количество литературы популярной по современной медицине и занималась, собственно, организовывала эпидемиологическую службу, много чего делала. Но одновременно, чуть позже, где-то около 20-х годов, стала появляться и корейская, скажем так, богема. Вот такие люди, как, скажем, певица Юн Сим Дог, как балерина знаменитая, потом отправившаяся на север. И сначала она была очень прояпонский, потом она стала очень прокимерсеновский. В итоге на севере она исчезла без следа в лагерях, а потом была посмертно реабилитирована. И сейчас на севере даже не упоминаю, что она была репрессирована когда-то. Ну вот, Чи Сен Хи. Появляются вот такие вот уже художницы, артистки, певицы. В небольших количествах, но появляются. То есть, такие уже элитные женские профессии. Ну вот Юн Син Дог, правда, там, конечно, сразу же старая семейная структура, она очень сильно бьет по ним. Но я как-то уже рассказывал, когда мы говорили о корейском, современном, рождении корейской массовой культуры, уже много лет, 4 года, 4 назад была у нас беседа, если 5 лет, 3 года, что-то так. Я рассказывал о трагическом самоубийстве Кимун Чина и Юн Син Дог. Такая трагическая любовная история 20-х годов. Юн Син Дог, вокалистка, училась в Японии, между прочим, на стипендию японских колониальных властей, она стала первой женщиной-кореянкой, получившей стипендию генерал-губернаторства. Она училась очень неплохо там, могла устроиться, вернулась, стала очень известной певицей и влюбилась в молодого драматурга, одного из основателей современной корейской драматургии Киму Джина. Из богатой семьи Смакпхо, его отец тоже очень известный был человек, немалую роль сыграл в корейской истории на руке Живяков, его отец, а он сам был, как сказать, в бизнес, в политику идти не хотел, стал писателем, драматургом, и любовь, они встретились в Японии, а у него семья была. Дело в том, что, помните, ранние браки, почти все корейцы, которые учились, молодые корейские студенты, которые учились в Японии, это были выходцы из обеспеченных семей, за редчайшими исключениями, и у них почти у всех уже была жена дома. То есть, парню могло быть лет 18, 17, 18, 19, у него была жена, и, скорее всего, уже дети, потому что, помните, выходили замуж и женились очень рано. И вот, в этом смысле, Киму Джин оказался в таком же положении, разводиться с женой, у которой там уже было несколько детей, он не собирался, и рвать с Юн Сим Дог не собирался, непонятно им было, что делать, и в итоге они покончили вместе с самоубийством, бросились в Цусимский пролив, возвращаясь из Японии. Ну, ситуация такая довольно грустная, бывало по-разному, вот, например, Легион, известный тоже писатель, тогда Левый, потом, ну, потом, в общем, все время Левый, потом у него там, он в Северной Корее, был даже председателем Союза писателей, его невестка потом была, ушла от его сына, была первой женой, Ким Чен Ирон, там другие уже истории, а в молодости у Легиона та же ситуация была, его тоже выдали, то есть его женили, его женили в очень молодом возрасте, подростком, потому что его бабушке очень хотелось понянчить внуков, ну, внука они произвели, с женой, которая читать, писать-то толком не умела, говорить было не о чем, он влюбился в молодую, красивую, образованную, новую женщину, как они назывались, с женой развелся, и по этому поводу, потом он в общем, всю жизнь немножко мучился совестью, так что тут все было достаточно непросто. Дальше, что уже происходит у нас дальше? Я уже говорил, что 45-й год, он в общем не стал какой-то таким-то таким вот революционным поворотом в истории корейских семейных отношений, и в корейской демографии тоже. Что в этой интересной демографии? Значит, с одной стороны, я уже говорил, что установка была такая, что любой человек должен иметь как можно больше детей, точнее, как можно больше сыновей, и жена ему выдается на предмет реализации этой жизненной программы. Поэтому в Корее вплоть до начала 60-х годов никакой контрацепции не использовалось, и то, что называется общий коэффициент рождаемости или общий коэффициент фертильности, то есть, ну, по-разному можно немножко там считать. Условно говоря, это среднее количество детей на женщину. Он был близок к естественному уровню для Homo sapiens. Этот уровень немножко варьируется от разных условий, но в общем он где-то там 6,5-7 детей на женщину. Это вот стандартный для человека уровень. И в Корее все это было. Однако в Корее произошла другая вещь, касающаяся демографии и очень сильно повлиявшая на население. Это стремительное снижение смертности. Дело в том, что с началом колониального периода в стране, во-первых, начинается распространение современных санитарных зданий, самых базовых. Мойте руки перед едой, пейте кипяченую воду. Но вообще вот эти здания, они спасают людей на первых этапах лучше любых антибиотиков. Потому что средняя продолжительность жизни в Корее в том же 911 году, когда проводили перепись, была 24 года. И причина такой маленькой продолжительности жизни была, как и во всем мире тогда, это стандартно, достаточно для любого доиндустриального общества. 24-25 лет, да? Причина это очень высокая младенческая смертность. В основном из-за инфекционных заболеваний. Поэтому как только ты начинаешь проводить прививки, как только ты начинаешь вести санитарную пропаганду, добиваться самой базовой чистоты, просто руки чистые вымыть перед едой, как только людей приучаешь пить кипяченую воду, ты обнаруживаешь, что детская смертность резко сокращается, а средняя продолжительность жизни с примерно 25-30 подпрыгивает до 45-50. Чтобы поднимать дальше, уже нужны антибиотики и медицина. А вот первый рывок достигает почти что исключительно санитарными мерами. И эти санитарные меры в колониальные времена в Корее были предприняты. Отсюда и резкое увеличение населения. Смотрите, в 911 году 17 миллионов, а к 50-му спустя 40 лет уже 30. То есть примерно полуторакратное увеличение численности произошло чуть больше, чем полуторакратное. То есть рождаемость остается очень высокой. В колониальные времена в основном из-за распространения современных медицинских знаний и вакцинации, тоже важный момент прививки, смертность, особенно детская смертность, резко сокращается. А дальше что? Дальше мы спокойно проходим 45-е и 50-е и 55-е годы, которые были для Кореи важными, драматичными, кровавыми, жестокими, хаотичными, какими угодно, но которые, как я уже говорил, довольно мало повлияли на демографическую ситуацию, на семейные традиции. Ну, кроме того, что во время войны погибло очень много мужчин, появилось много вдов, думали об их трудоустройстве и так далее. Продолжались некоторые старые тенденции, люди переселялись все больше и больше в города, уровень жизни оставался очень низким, страна была бедной, нищей просто, но все-таки доля среднего класса, там, долей процента стала уже измеряться, может, там, пятью процентами, может, семью, вот, и там уже стало стандартным, что женщина, во-первых, получает образование, до средней школы включительно, но не вуз, мы об этом поговорим, вуз кореянки пошли много позже, и, кроме этого, стало стандартным уже, что, любая девушка, это где-то вот в 50-е годы, сразу после Корейской войны, что любая девушка из среднего класса устраивается на какую-то конторскую работу, и на этой конторской работе трудится несколько оставшихся до замужества лет, но вы помните, что в 60-м году средний возраст вступления в брак для женщин 21,5 год, ну а там где-то вот там вот 17-18 лет она школа кончила, годик 3-4-5 поработала, но, правда, есть и другая сторона, приходят в больших количествах девушки из деревень, молодые, совсем 15-16-17-летние в городах, в первую очередь в Сеул, но не только, в поисках работы на 60-е годы начинает быстро расти текстильное производство, легкая промышленность, очень тяжелые условия работы, но все равно лучше, чем в деревне, потому что, когда говорят о тяжелой жизни корейских работниц в 60-е годы, это правда, только шли и шли и шли девушки в город, потому что получали письма от подруг, которые, то, что нам сейчас кажется тяжелейшими условиями, 12-14 часов рабочий день, два выходных в месяц и так далее, это было все равно много лучше, чем в деревне, они приезжали и приезжали, вот они тоже работают, но опять не тот же принцип, работают до замужества, дальше какие перемены, вот мы пытаемся, я пытаюсь сейчас тут соединить, в принципе, соединяемая, но все-таки две разные темы, это демография и семья, вот что с демографией, вот я уже говорил, что при колониальные времена, при японцах, произошло резкое увеличение проложительной жизни, средней продолжительности жизни, а рождаемость оставалось на очень высоком уровне, в 1961 году среднестатистическая кореянка имела 6,1 рождения, да, то есть там чуть больше шести детей приходилось на женщину, а 60-е годы, ну, в общем, это время гигантской паники, паники, связанной с перенаселением страны, в мире, точнее, вот, но многие, может, этого уже сейчас и не помнят, старшее это поколение помнит, и даже среднее, и эта паника, которая в России продолжалась, когда уже основания для нее все исчезли в 90-е годы, она как-то очень хорошо отпечатались, эти разговоры о перенаселении, тогда такой был в Калифорнии американский профессор Эрлич, который написал несколько книг о ужасах перенаселения, где он предсказывал, что в конце 70-х в Америке в связи с гигантским ростом населения начнется массовый голод, и из-за этого, значит, там войны, голод, все такое, ну, короче, полная катастрофа, и тогда, в конце 60-х это стало, как бы, такой официальной точкой зрения, что население растет стремительно, ну, это и понятно, в развивающихся странах как раз распространилась современная гигиена, современные антибиотики, рождаемость осталась высокой, смертность резко упала, растение растет стремительно, и пошли разговоры, что, вот, дескать, сейчас все тут, у нас конец, всем нам не выдержит земля, там, стоять все будем на одной ноге, и тут же все и помрём с голоду, но Корея, вообще, есть у Терри Кореи, одна интересная особенность, та Корея, которая, вот, Южная Корея, к Северной, это относится много меньше, хотя там, какие-то, где-то следы, этого тоже есть, А вот Южная Корея, которая сформировалась, скажем так, особенно после 40-х годов, южнокорейская политическая элита, она чрезвычайно внимательно слушает, прислушивается ко всем веяниям идеологической, академической, политической моды, которые только, так сказать, доносятся из заграницы, причем под заграницей в основном все-таки имеются Соединенные Штаты в виду. То есть, если что-то становится распространенным мнением в Гарварде и в Беркли, ведущих американских университетах, лет через 10 эта самая точка зрения становится доминирующей и в университетах корейских. Ну, с небольшими отклонениями, но в целом так. Так вот, соответственно, когда вот это все происходило, пошли разговоры о том, что Корея тоже страдает от перенаселения, что без программ, которые тогда вежливо назывались программами планирования семьи, а реальное название это программы снижения рождаемости, что без их программ ничего не получится, а новое корейское правительство после переворота в мае 61-го года к стране пришла к власти военная хунта под руководством генерала Пак Джон Ки, которая решила превратить крайне нищую страну в богатую, и, что характерно, в этом преуспела полностью. Так вот, соответственно, у нового корейского правительства появляется желание по тогдашней идейной моде, об этом, так сказать, только что из утюга не говорят в это время, начать борьбу с рождаемостью. И борьбу начинают. В 60-е годы начинается первая корейская активная кампания по ограничению рождаемости. Первая волна – это так называемая программа 3-3-35, то есть речь идет о том, чтобы рожать не более троих детей, интервалы между родами не менее трех лет, и после 35 не рожать. В начале 70-х, в самом, объявлено идеалом уже вообще семья с двумя детьми, и огромное количество плакатов, пропагандистских материалов, но пропагандистскими материалами все не ограничилось. Срочно готовили агитаторов, посылали их в деревню, они там ходили по домам, они рассказывали, как хорошо будет, если детей будет мало, тогда их можно будет посылать в школу, их хорошо учить, им будет много еды, они там настоящий рис все будут есть. Это время, когда в Южной Корее рис еще является едой элиты, праздничной едой для простого человека, ежедневно рис только верхушка может есть. В общем, это все рассказывали. Ну, а главное, конечно, не эти рассказы, как сейчас все более понятно становится. Проблема-то не в этой активной пропаганде, не в стерилизации, не в раздачах самых разнообразных противозачаточных устройств, не в этом. А в изменениях в семейной структуре мы об этом поговорим, изменениях в сознании женщин. И в результате потихонечку, потихонечку, полигонечку рождаемость пошла вниз. Ну, вот вы помните, 6 примерно рождений на женщину, 6,1 в 61 году, в 70-м уже было 4,3, а в 83-м году Корея выходит на уровень так называемого простого воспроизводства. То есть, там рождение 2,6, ну, чуть меньше, чем 2,1 на женщину. Это достаточно, чтобы поддерживать численность населения на стабильном уровне. То есть, при таком уровне рождаемости она не рождаемость не сокращается и не увеличивается. То есть, численность населения, простите, не сокращается и не увеличивается. Ну, все, в общем, как бы обрадовались, сказали, вот у нас теперь все наконец-то замечательно получилось, как и многое к тому времени экономика прет как на дрожжах, стремительные темпы роста, самые высокие в мире, страна богатеет, стремительно причем богатеет. И вот, ну, вот, решили, тогда черешина, свертывать программы, там, прекращать пропаганду малых семей и вдруг обнаружила, что-то ни на что не повлияло. Рождаемость продолжала проваливаться, идти вниз и вниз. Как и в других, кстати, в странах Восточной Азии. Ну, что получилось? С 85-го года до 2000-го года, вот 15 лет, рождаемость продержалась где-то на уровне, ну, примерно полтора ребенка, чуть меньше на женщину, а потом опять пошла вниз. В 2005-м году этот самый общий коэффициент фертильности упал до 1,1. То есть, чуть больше одного ребенка на женщину. Ну, тут началась вообще легкая демографическая паника в корейском правительстве запустили так называемую президентскую программу стимулирования рождаемости. всякие там пособия для беременных, субсидии семьям с маленькими детьми, бесплатные детские сады, ну, довольно стандартный набор, правда, довольно скромный, если сравнивать, скажем, с французской, шведской программой поскромнее. Ну, да, по корейским меркам корейцы-то вообще общественными, так сказать, всякими выплатами не избалованы. С вэлфэром в Корее плохо. Ну, вот, это все пошло. В сумме на все это дело за прошедшие 15 лет истрачено что-то где-то 130 миллиардов долларов. 130, я, кстати, называл неправильную цифру в одной из двух даже статьях в прошлом, я просто нам немножко не разобрался в статьях бюджета. 130 миллиардов на это дело ушло за 15 лет. И когда эту программу в 2005 году ввели, чиновники сказали, вот вы нам дадите деньги, вот 130 миллиардов, и мы вам в 2020 году значит рождаемость с 1,1 ребенка поднимем до 1,5 рождения. Полтора рождения на женщину, замечательно, давайте деньги. Деньги дали. 2019 году рождаемость спектировала на самый низкий в мире уровень 0,9 0,92 если точнее. Ну, мы об этом чуть-чуть позже поговорим. То есть, короче говоря, деньги были потрачены зря, что было вообще вполне предсказуемо. Потому что мировой опыт говорит, что попытки поддерживать рождаемость обливания о неме денег дают очень ограниченные результаты. Да, если денег тратить много, то немножко рождаемость поднять можно, но тратить нужно много, а результаты будут очень скромные. При этом это проверено многократно, но политики вам все равно будут всегда говорить, что сейчас мы все эти проблемы, вымирание нашего народа решим, дайте нам только денег, не очень получается. Похоже, что вся эта структура, все это, по крайней мере, пока рождаемость двигается только в одном направлении в развитых странах, да и в неразвитых тоже вниз. Но что же происходило в семье в это время, после 60-х годов? Там перелом все-таки 60-й год, 61-й, вот как в мае 61-го года танки генерала Пак Джон Ки въехали в Сеул, жизнь в стране сильно изменилась, просто потому, что начинается экономический рост стремительный, там 9-10% в год, это безумная темпа, это мировой рекорд. 40 лет корейская экономика была самой быстро растущей экономикой мира, южнокорейская, конечно, северокорейская стагнировала в это время. И в это время, в большую часть этого времени. И, естественно, естественно, изменения в экономике привели к изменениям в семье. причем, если постараться описать вот эти изменения, которые тогда проходили в Корее, я бы сказал так, это вестернизация. То есть, конфуцианские традиции семьи начали с 60-х годов быстро размываться. Процессы были очень похожи на то, что мы видели в Европе, с той лишь разницей, что теперь те перемены, которые в Западной Европе заняли 150-200-250 лет, в Корее оказались спрессованы в 30-40-50 лет. То есть, общая структура изменений такая же, но все это происходило очень быстро. Ну, например, в Европе снижение рождаемости от естественного уровня 6-7 рождений до нынешнего там полтора где-то или около того, все это в Европе заняло порядка 200 лет. В Корее это заняло порядка 30 лет. Переход к нуклеарной семье, о которой я сейчас тоже буду говорить, то есть семье, в которой состоят мужа и жены их несовершеннолетних детей. В Европе, в Северной Европе это раньше было, а в целом в Европе это дело тоже нескольких столетий переход. В Корее он прошел опять-таки за одно-два поколения. Но это особенность Кореи 60-х, 70-х, ну, с 60-х годов, люди, старшее поколение корейцев, это люди на глазах которых Корея изменилась примерно так же, как, скажем, условно говоря, Франция или Германия за пару столетий. То есть, конечно, все было очень спрессованным. Что изменилось, говоря о семье? Ну, во-первых, изменилось отношение женщин к работе. Еще в 70-м году 92% корейского семейного бюджета поступало из доходов зарплаты мужа. И по-прежнему состояла, была старая схема. Женщина работала только до замужества. Причем в большинстве компаний у нее не было выбора. Как только она выходила замуж, ее автоматически увольняли, не спрашивая, хочет она увольняться или нет. Только в конце 70-х годов в результате нескольких судебных исков формальных к руководству компаний было принято решение, что насильственное увольнение женщины в случае ее замужества является незаконным. И с тех пор кореянки получили возможность работать теоретически после замужества. Но на практике возможность эту стали реализовывать еще 15-ю годами позже. В начале 90-х начинается быстрое увеличение количества работающих замужних женщин. На настоящий момент в Корее по статистике по найму за регулярную зарплату работает примерно половина всех замужних женщин. Чуть меньше, порядка 45-48%. Это немножко лукавая цифра, потому что некоторое количество женщин, например, те, у кого мужья заняты каким-нибудь мелким бизнесом, они фактически работают наравне с ними, но это не зарегистрировано в статистике. Кроме этого, в статистике плохо регистрируется неполная занятость, а она очень распространена среди замужних женщин с детьми. Так что реально все-таки даже больше, чем половина. А половина это вот совершенно стандартный полный корейский рабочий день, который весьма продолжительный, сейчас его подсократили, но все равно полный. Вот женщина стала работать. Естественно, женщины стали и активно учиться. При этом, опять-таки, помните, вот для жителей бывшего Советского Союза это несколько необычно. В Корее женщины в массовом порядке стали поступать в учебные заведения с той же вероятностью, что и мужчины где-то в 80-е годы. То есть это мое поколение реально. Мне вот за 50. Потому что до этого статистика однозначно показывают и опросы, что корейские родители считали, что вот ребеночка обязательно в вуз надо послать мальчика, а вот девочку ну это как получится. Потому что считалось, что высшее образование женщинам ну может оно желательно, но не обязательно. Эта точка зрения продержалась года до 80-го 85-го в Корее потом она развалилась потом стали женщины пошли в вуз причем где-то с 2000-го года чуть пораньше возник даже интереснейший перекос интереснейший перекос это женщин то обстоятельство что женщины стали идти в вузы больше чем мужчины вот данные за 2017 год последние которые я так сумел найти сходу в 2017 году если брать выпускников средней школы а среднюю школу в Корее заканчивают практически все так вот если брать выпускников средней школы то образование в вузах вузы поступают 65,3 процентам мужчин то есть парней выпускников школы и 72,7 процента женщин причем такой разрыв он небольшой там буквально там ну несколько процентов он существует уже 20 лет и скорее с течением времени потихонечку нарастает то есть все более нормальным считается что мужчина может быть он и пойдет заниматься ну скажем пойдет работать квалифицированным рабочим пойдет работать на завод в мастерские где зарплата это все чаще и чаще повыше чем в офисе раньше не так было сейчас работа руками оплачивается все чаще лучше чем работа компьютерной клавиатуры если речь говорить придет о нем рядовой работе а вот женщина женщина она как бы чистая офисная работа и атлеты работы необходимо иметь диплом поэтому такой кстати еще один интересный сдвиг это отношение к дочерям в 90-е годы в корее был серьезный кризис потому что здесь распространение в первую очередь технологии ультразвуковых технологий стало возможным определять пол эмбриона до родов и еще в начале 90-х даже до конца 90-х в корее это приводило к массовым абортам в тех случаях если была женщина беременная девочкой то есть по-прежнему сохранялось старое представление что самое главное это рожать не просто детей а сыновей были попытки с этим бороться в частности за определение пола ребенка просто наказывали довольно сурово наказывали за неоднократно за рецидив могли и врачей и лицензии решить а учитывая огромные зарплаты и очень привилегированный статус врачей в Корее это серьезное наказание но в итоге как-то в начале 2000-х рассосался этот вопрос когда я сейчас иногда читаю рассказы о том что в Корее дескать вот по-прежнему мальчиков много больше чем девочек это знаете 20-летней давности история да немножко больше они везде больше там разница 2-3 человека это биологически обусловлено а по большому счету как-то вот где-то в начале 21 века следующее поколение корейских родителей как-то вот решила что дочери тоже ничего а может даже лучше даже чем сыновья и эти вот выборочные аборты которые лет 10-15 чуть поменьше лет 10 с небольшим были серьезной проблемой они как-то вот сами собой прекратились что еще происходило в семье изменилось отношение к разводу причем старые отношения оно держалось очень долго но я уже говорил что когда мы говорили о семье там начало прошлого 20 века 100-120 летней давности что там развод был просто немыслим вообще немыслим и это продержалось примерно до 90 до самого начала 90-х годов то есть до сравнительно недавнего времени развод в Корее был крайне редкостью вот в 90-м году на тысячу человек в Корее приходилось 1,1 раз в год в год это был самый низкий фактор низкий показатель среди стран членов организации экономического сотрудничества и развития то есть среди развитых стран тогда вот я еще хорошо это помню эти времена довольно нормальной была такая ситуация когда супруги ну терпеть друг друга не могли ничего общего у них не было и фактически раздельно абсолютно они могли жить в разных городах разных квартирах но формально они не разводились и на всех семейных ритуалах в частности конфуцианских там все эти уже двооприношения но не только они появлялись вместе изображали пару очень четкий подход развод недопустим более того где-то до сравнительно недавнего времени развод Кореи считался компрометирующим обстоятельством даже скажем для деятелей эстрады которые уже во всем мире по этой части большие мастера и любители все это в Корее меняется только в начале 90-х годов в кассе начинает меняться в начале 90-х а перемены заканчиваются к 2000-му году и сейчас по уровню разводов среди развитых стран Корея находится чуть-чуть выше чуть-чуть выше среднего уровня то есть развод в последние 20 примерно лет стал достаточно обычным ну примерно настолько же приемлемым насколько он приемлемо и в большинстве развитых стран это серьезное изменение то есть женщина зарабатывает у женщины из образования развод допустим она может уйти из семьи это все важные обстоятельства которые влияют в том числе и на рождаемость и на общую так сказать семейную стиль семейной жизни правда есть одна вещь которая совершенно не изменилась это крайне плохое отношение к детям рожденным вне брака ну вот если сейчас скажем во франции вне брака вне формального брака рождается более половины всех детей во швеции там что-то порядка 60 меньше процентов то в корее по-прежнему среди вот этих же стран членов организации экономического сотрудничества и развития то есть среди богатых государств корея по доле внебрачных детей находится на самом последнем месте ну вот сейчас 1,9 всех рождений внебрачные 57 где-то процентов швеции и 1,9 процентов кореи в самом самом последнем месте она отстает даже от японии связано это вот с чем до 90 годов примерно в корее было очень резко было тоже и также резко негативное отношение к добрачному сексу то есть считалось по крайней мере в идеале что до брака супруги особенно женщина особенно невеста должна оставаться девственной в 90 и даже восьмидесятые годы это отношение изменилось и сейчас в общем опросы показывают что корейская молодежь и люди среднего возраста к добрачному сексу относятся так же как и жители развитых стран то есть совершенно спокойно воспринимается как естественное дело но вот дальше начинается проблема секс до брака нормально а вот совместное проживание то есть то что в россии неправильно называют гражданским браком это неправильно потому что гражданский брак это брак не церковный то есть брак зарегистрированный в загсе а не в церкви ну вот такой незарегистрированный союз сожительства так вот в корее это вещь такой союз является к нему уже отношения существенно существенно более негативные то есть все могут знать что у парень и девушка что у них роман что у них отношения понятно что они спят друг с другом не проблема на вот жить друг с другом это уже проблема надо сказать что в корее очень долго с 53 года это был вообще еще официальная статья в уголовном кодексе то есть проживание с лицом противоположного пола не являющегося супругом было уголовно наказуем деянием хотя статья это довольно давно стала мертвой но удалили то ее сравнительно недавно так вот незаконное сожительство преступление это было но сейчас как бы это конечно уголовно тоже не наказуемо и в определенной среде ну например среди такой продвинутой прозападной интеллигенции это нормально в самых низах это нормально среди богемы и нормально сожительство а в целом нет в целом ты если хочешь жить с барышней ты должен с ней официально оформить отношения но к сожительству еще гражданскому браку как у нас неверно выражают еще отношения туда-сюда она уже явно негативная а вот к детям которые в этом браке будут рождены там уже негатив крайний то есть это по-прежнему без руки поэтому вот эти вот одна целая девять десятых процента рожденных вне брака это по-прежнему это в основном либо социальные низы либо такие вот отвязные барышни с богемы их рожают без мужа это для такой вот для подавляющего большинства кореянок вариант по-прежнему остается немыслимым вот и ну что это означает все давайте вернемся сейчас да ну короче говоря мы видим в общем ситуацию которая все больше напоминает европейскую семью при вот том что по-прежнему очень мало гражданских браков незарегистрированных союзов еще одно устоятельство тоже надо учесть конечно что старая корейская семья она предусматривала совместное проживание то есть женщина приходила в семью к своего мужа там была свекровь с которой не обычно но не всегда были плохие отношениях до хорошие но всегда непростые и она как бы входило младшим членом семье а в семью а это все изменилось где-то опять и в 90 уже годы то есть совсем в общем недавно последние 20-30 лет когда основанной типом семьи стала все-таки нуклеарная семья то есть родители и по-прежнему играют очень большую роль по-прежнему в большинстве случаев кореец и кореянка едва ли решат выйти замуж или жениться без прямого благословения родительского по-прежнему ни у кого не вызывает сомнения если чуть-чуть запоздавшемуся с вступлением брак жениху или невесте родители просто пару подберут но по большому счету конечно живут уже все больше отдельно еще одно обстоятельство которым я не упомянул а надо упомянуть потихонечку появляется явление которое скажем очень распространено в японии это сознательный отказ отступления в брак то есть то что в старой системе было абсолютно немыслимо все большее количество людей молодых и большей степени девушек начинают вообще сомневаться в том что им нужны вообще брачные отношения как таковые поэтому все больше доля безбрачного населения да да и вернемся к рождаемости ноте в прошлом 2019 году корея поставила такой вот печальный рекорд общий коэффициент фертильности в корее оказался самым низким мире он составил ноль целых девяносто два сотых девяносто две сотых рождения то есть меньше одного ребенка на женщину при том что среднеожидаемая продолжительной жизни продолжает расти причем рекордными темпами за счет и медицины и образ жизни весьма здорово действительно культ здорового образа жизни здесь причем это если в америке где такой культ уже есть он все-таки где-то более такой чекать при у привилегированных слоев здесь он массовый в корее но чем 83 года а поэтому поскольку среднеожидаемая продолжительной жизни растет население не сокращается но это вопрос времени вот буквально через два-три года по-видимому население южной кореи достигнет пика и начнет потихонечку сокращаться потому что повторяю на одну женщину приходится меньше чем одного ребят один ребенок а чтобы ребенок появился вообще нужны и женщины мужчины то есть чтобы поддерживать население на нормальном уровне нужно чуть больше чем 2 2 2 2 2 детей в среднем а сейчас здесь среднем меньше одного ребенка и скорее всего вопроса решить не получится еще 130 миллиардов потратят но скорее всего проблем решения проблемы нет тем более что в общем то основная эта установка она народная установка она известна специалистам что-то установка абсолютно неправильная но она есть что проблемы с рождаемостью вызваны тем что диски живем тяжело вот хорошо вы жили детей бы нарожали это неправда если вы посмотрите то совершенно однозначная связь есть несколько небольших откладений но средства однозначно чем богаче живет страна тем меньше там детей и все это конечно в корее корее относится в полной мере и часто звучат разговоры что детский главная проблема это очень дорогое образование она формально дешевая достаточно но чтобы попасть хороший вуз а чтобы что-то добиться в жизни нужно обязательно попасть хороший вуз нужно тратить огромные деньги на репетиторов что это дескать большая проблема что жилье дорогое но знаете насчет репетиторов тут с этим ничего не сделаешь корейцы хотят учиться и стремятся чтобы у детей было самое лучшее образование друг с другом конкурирует конкурирует постоянно и тут с этим ничего не сделаешь на и жилье в корейка что дорогое но не сказала что он уж такое исключительно дорогое по мировым меркам она везде не дешевая и боюсь что сокращение численности населения будет идти дальше с этим нужно что-то делать но пока пока корейское общество не готова к серьезным шагам в этом направлении можно теоретически конечно эмиграция но корейцы относятся к эмиграции плохо то есть к миграции все сейчас относятся плохо но корейцы относятся к миграции особенно плохо и эмигрантская стать община гастарбайтерская которая здесь есть она большая почти 2 миллиона человек они живут очень такому где-то своим невидимым своего рода а вот а внебрачные таскать дети где материи одиночки по-прежнему они стигматизируют сообществом так что скорее всего будет продолжаться то же самое что политики будут периодически говорить что мы дескать вам сейчас все дайте мы сейчас вам дадим немножко денег мы сделаем бесплатно и там еще кунти образование дадим всем материнского капитала и все у нас начнут рожать естественно этого происходить не будет естественно поскольку ожидать избиратель что-то такое ожидает слышать это будет слышать верить в услышанное но все так вот видимо будет идти так что скорее всего корея и далее будет бить негативные рекорды порождаемости но она здесь хорошей компании потому что если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию то мы увидим что практически все страны в которых рождаемость которые занимают последние строчки в рейтинге рождаемости мировом а это почти все страны восточной азии там и японию вы увидите гонконг и тайвань то есть все конфуцианские страны которые традиционно считались очень чадолюбивыми помешанными на детях обнаружилось что вот изменилась ситуация и именно в этих странах детей меньше всего и хотят вот так ну а на этом я сейчас заканчиваю тут у меня список вопросов которые прислали щаса их посмотрю и по ходу дела на них буду отвечать какие же они предпринимают руководство страны за последние 10-15 лет по улучшению графической ситуации никакие деньги тратит но вот заявили что вот типа значит нам будет там он примерно там под 200 тысяч вон на поддержке детей ввели бесплатные детские сады фактически заморожена плата формально этого не так но фактически запрещено вузом повышать плату за обучение для своих граждан для иностранцев можно поэтому за иностранцами так гоняются сейчас с них можно денег больше поиметь в университетской администрации но как я уже говорил в результате вот за последние 15 лет средний коэффициент фертильности общей коэффициент фертильности простите благополучно спектировал с 1,1 до 0,9 десятых ну как-то вот 130 миллиардов сказали гудбай и улетели в светлое будущее так дальше знакомы с семьями где муж корее джина иностранка если семьи джина кореянка муж на стресс ну конечно больше того таких семей больше существенно вы их просто не увидите сейчас объясню почему какая статистика у но тут я значит тогда сейчас развернусь так смотрите смерть история смешанных браков а тут еще один вопрос о смешанных браках ну давайте вот это уже как совсем по теме тут можно минут десять до ну начну с того что исторически смешанных браков корее в общем не было то есть были когда-то очень давние времена когда корей кореянок отправляли в качестве наложницы в двор китайских императоров что-то такое всегда где-то происходил совершенно единичный случай в самом конце 19 века когда в корее появляются иностранцы появляются первые смешанные браки мне два случая мне в голову приходят это очень известный случай и один не очень известный человек два очень известных которые в ли у которых которые состоялись между нам братья один из них это выдающийся корейский политический деятель ученый журналист много кто сочи пиль извест он первый человек первый кореец получивший нормальное американское образование окончивший университет он специалист по микробиологии кстати неплохой специалист прожил очень интересную жизнь и среди всего прочего он был женат на американке он стал одним из видимо просто первым корейцам но принял корейская американская гражданство воспринимал себя особенно второй половине части своей жизни как американец то есть он ему не понравилось что происходило в корее он в итоге в общем то как-то связи скорее скорее во многом не полностью порвал на многие годы и был скорее ну то есть какие-то связи него были с движением сторонниками движения за независимость но в основном просто жил как вот американский врач условно горе бизнес у него там был вот он был женат на американке причем из такой достаточно заметной семьи она родственница какого-то из кого-то малоизвестных президентов американских другая это александра станкевич которая вообще урожденная ким и у которой фамилия по мужу поляку это российская кореянка получивший очень неплохое образование в россии ее отец был переводчиком работал на строительстве железных дорог к вжд потом под когда он умер его друг усыновил ее и она выросла в общем в русской среде как русская девочка но она была вполне себе кореянка и она вышла замуж за соответственно вот станкевича ну там не очень удачный брак они потом развелись была еще одна история американский врач 1910 году таскать но есть какие-то отдельные браки были дальше что в колониальные времена были братья с японцами причем любопытно они стали распространяться только в конце 30-х годов потому что потому что значит очень высокий уровень взаимного отторжения многое что сейчас вам говорят о вражде японцев корейцев колониальные времена это преувеличение но если вы посмотрите на статистику браков это очень важная вещь если две этнические группы друг с другом не обращаются это показатель взаимно очень серьезные неприязни или несовместимости так вот мат браки корейцев и японцев стали появляться по-настоящему до этого только ну по несколько десятков в год только в конце тридцатых счет заключаемых браков пошел на сотни и тысячи надо все равно очень мало потому что к с началу сороковых корея находилась на постоянно проживала порядка 700 800 тысяч японцев причем среди них было непропорционально много молод молодых мужчин одиноких от которых которые казалось бы достаточно активно были должны выступать в раке ничего подобного но тем не менее такие браки были причем когда в сорок пятом пятидесятом годах все японское население и скорее было насильственно высленность причем к с чем стояли с полной конфискации имущества именно людям состоявшим в браках с местными вне зависимости от пола разрешили разрешили остаться в корее и некоторое количество японок которые были замужем за корейцами остались и они в общем уже по возрасту они все поумирали но такие семьи были и даже с ними иногда приходилось сталкиваться ну давно уже дальше вот это вторая волна то есть отдельные браки с иностранцами да кстати в советском союзе очень хорошо видно поскольку я занимался немножко историей корейской общины в ссср ну по своим северокорейским углом там очень хорошо видно чтоб до переселения насильственного смешанных браков почти не было то есть корейцы жили в своих деревнях где практически не было русских не было вообще никого кроме корейцев и они женились выходили замуж друг за друга а вот сороковых годов после переселения доля смешанных браков резко выросла среди советских корейцев да дальше вернемся корейцам значит здесь следующая волна это период условно грязь сорок пятого по ну где-то от и долго и даже до конца восьмидесятых это период военных браков с американскими военными их было много то есть если брак браков скорее японцами в сумме там но может 10 тысяч наберется если браков с иностранцами до колониальный период десятки максимум тут у мы говорим примерно 90 100 тысячах браков это корея корейские девушки выходившие замуж за американских военных которые служили в корее стояли американские войска почти небольшими перерывами с сорок пятого года до настоящего времени причем даже после войны там чистость была куда больше сейчас 25000 там было по 60 70 и страна была бедная мысли о браке с богатым американцем было привлекательно но и любовь везде с другой стороны корейские девушки красивые и в общем жены хорошие так что порядка 100 тысяч таких браков а дальше начинается интересная вещь вот вопрос формулируется так а если браки где жена кореянка а муж значит иностранец а муж корей жена иностранка да а я немножко я перевернул я читая простите простите я перевернул ваш вопрос когда отвечал не да что вы говорите что муж корей жена иностранка да таких семей много три четверти если семьи где жена кореянка мужчина снять есть мы примерно одна четверть значит смотрите какая ситуация с начала двухтысячных в корее начинается стремительный рост количества смешанных браков то есть если до этого даже с учетом американских браков код их много но взять сто тысяч это знаете да за 60 70 лет это реально так не так-то много было каждый год и вдруг они пошли почему это воз невест бедными и не очень благополучными крестьянами южных провинций дело в том что в корее в 90-е годы в провинциях юга в первую очередь чела возникает серьезный дисбаланс девушки по окончании школы из деревень уезжают уезжают банимые огнями больших городов а парни остаются но потому что они остаются на хозяйстве на отцовской и вообще-то предков земле ну куда сидел день из денешься с этой земли туски что можно но многие не хотят даже большинство а жен для них нет я еще помню как 90-е годы я видел такие замечательные плакатики в метро наклеивали на двери значит что компания типа девушки поезжайте в деревню выходить замуж за крестьян но естественно никто не вдохновился особенно проблема у тех кто у кого у кого какие-то проблемы до проблем с женить будете у кого у кого какие-то проблемы там выпивает там инвалид ленивый вся деревня это знает и не очень и вот с начала двухтысячных до самого конца 90-х эти крестьяне стали в большое количество выходить за женщин за девушек из китая и стран юго-восточной азии очень быстро выделились два лидера это китай и это вьетнам причем с течением времени вьетнамок было все больше и больше китаянок все меньше и меньше китаянки кстати условные это в основном этнические кореянки из китая которые как правило понимают и корейский уклад они очень часто выросли в деревне которые хорошо говорят по корейски вот эти вот браки между корейскими мужчинами крестьянами и девушками из бедных китайских чаще всего этнических корейских китае деревень и вьетнамских деревень и составляют сейчас примерно три четверти браков в этом году браки с 9 чем-то там ну порядка чуть меньше десяти процентов браки с иностранцами составили среди всего количество браков 22 с чем-то там тысячи таких браков 16000 это вот именно браки с 16000 это браки с иностранками причем а корейцев мужчин с иностранными женщинами причем там с большим отрывом там 6 7000 без малого половины лидируют вьетнамки почему открыть на был вначале большой интерес к кореянкам из китая потом как бы бы телес пропал обнаружилось что по получении формальных прав гражданина республики корея эти женщины имеют свойства исчезать неизвестном направлении бросая своих сильно пьющих и не очень везучих мужчин в их родных деревнях провинции чала а вьетнамки к этому существенно менее склонны я даже вот видел растяжку в деревне когда потому что довольно давно было ездил растяжка была замечательная вьетнамские девушки они не убегают вот так и написано то есть подразумевается что китаянки убегают ну а кроме этого есть примерно там порядка 6000 браков это чуть больше четверти всех смешанных браков между лицами разным это браке кореянок с иностранцами но тут совершенно однозначно лидируют две страны они в очень поровне идут вместе там чуть больше половины на них приходится это американцы правда значительная часть из них это американские корейцы и это китайцы на третьем месте с большим отрывом идут японцы остальных просто вообще не видно то есть до браки с иностранцем это как правило браки с выходцем из богатой западной страны так а нации еще присутствовать канадцы австралийцы немножко это выходцы обычно и так выходят так женятся на кореянках многие я собственно этих людей очень много знаю в моем окружении большая часть специалистов в мире по корее вообще женаты на кореянках вот так на скидку среди корейских что иностранцев не корейцев по этнических иностранцев занимающихся кореи в серьезно я думаю ну не менее 80 если не все 90 процентов имеют корейский фон это просто стандартно отсутствие корейской жены вызывает так некоторые удивление в этой но в моей в общем-то он в профессиональной группе как бы подразумевается что по определению жена кореянка почти всегда так вот ну по-прежнему еще выходят за американских военных то есть вот так но вот эти вот группы есть да что кто у нас дальше что так молодые люди значительно выше своих родителей бабушек дедушек зависит от уровня жизни это зависит в основном от потребления белковой пищи мясо молока корейцы в 60 и начале 60-х потребляли что-то порядка 300 миллилитров молока в год полтора стакана в год а сейчас последние 20 лет потребление стабилизировалось где-то на уровне 30 там что-то там литров я сейчас точность цифры сходу не скажу белковая пища мясо то же самое то же потребление там мясо потребление даже рыбопродуктов традиционная корейская пища вот эти бабушки дедушки чем они питались если они были из богатой семьи они ели рис с овощами из бедной семьи они ели ячмень или кукурузу с овощами а их внучки высоченные они едят мясо пьют молоко ну сырое молоко корейцы часто воспринимают плохо из-за проблем с восприятием лактозы но ферментированы это все йогурты очень популярны все то есть это связано с изменением уровня жизни и которая сделала доступным качественное в первую очередь животное белковое питание отсюда и высокий рост и много чего еще дальше интересует изменение в роли мужчины в корейской семье в последние десятилетия ну я думаю что я уже об этом говорил он по-прежнему как мужчина за работник но меньше кстати надо было уж тут еще упомянуть что контроль за финансами в корейской семье в основном в семьях среднего класса у женщин то есть обычно муж ну буквально отдает всю зарплату жене так было в прошлом но уж зачитал очка уж наставлял а часто задачками совсем плохо стало потому что все поступает на банковскую карточку и карточку держит жена а мужу выдается определенное сказать пособие это не так у бедных семей не так богатых а в среднем классе это совершенно нормальная вещь дальше как воспринимается воспринимается а проституция насколько она влияет на разводы семейный умейный уклад насколько я понимаю в том числе благодаря чем более в индустрии живет ну как тут чем более я думаю не особенно ты и причем она вообще живет вполне себе существует проституция она формально запрещена аж 48 года фактически на ее существование смотрят сквозь сквозь пальцы хотя конечно вот сексуальная революция 90-х она повлияла на общее количество то статьи к проституток стал существенно поменьше но по-прежнему да все вполне существует имеется ли в корее сколь заметное число людей покидающих милопа гополиса в молодого пожилом возрасте в поиска более спокойной жизни лучшей колоде и так далее я понимаю ком идет речь какие вот дауншифтеры там старики которые уезжают куда-то но знаете иногда от сталкиваешься с рассказами о старика которая переезжает куда дешевую страну как это часто на западе принято но это в корее большая редкость в общем такого вот явление нет еще вопрос отразите тему про разорванной семьи после корейской войны как пытаются сохранить связи с родными ну как особо то не сохранишь но часто осталось там что-то порядка по моему 50 тысяч человек официально зарегистрированы как члены таких семей на юге живых и они все очень преклонном возрасте ну как связи то с почтового сообщения с северной кореи нет и не предвидится не будет его пока существует два государства потому что у северной кореи есть очень серьезные основания этого не позволять то есть вот есть периодически время от времени проводятся какие-то встречи для этого есть был даже специальный центр сейчас не действующий но наверное его могут опять активизировать камган сани но для этого нужно попасть список то есть подаются списки как-то согласовывается главная проблема что северокорейцы они в общем-то очень выборочно разрешают своим сотрудникам своим гражданам встречаться с южнокорейскими родственниками ну кому-то разрешают но это все капля в море я думаю что проблема для большинства так и останется незрешимой большая часть люди членов этих семей просто умрет так и не увидев своих родственников иногда близких да так но иногда задумывается когда прошла трансформация семья не продал к про любовь и прошла ли она она идет сейчас она я думаю не прошла более того даже установка что ты обязательно должен вступить в брак она сильно ослабла как я как-то вот только что упоминал сегодня но она в общем не исчезла ослабла не исчезла то есть по-прежнему по-прежнему такое вот ощущение у большей части населения что надо чтобы все брак надо вступать это не вопрос там личного выбора симпатии любовь если есть хорошо но нет нету но вот надо у тебя ответственность перед семьей а так что такое вот что я полюбила разлюбил я ушел это ну появляется уже разводов то даже чуть выше среднего для развитых стран но только в молодого поколения перед трансформации идет вот но я думаю что я уже говорю близко двум часам чуть меньше но тоже много на этом я наверное заканчиваю не знаю как получил вас получился с не вот это условное выступление когда я разговаривал с некоторыми уважаемыми сотрудниками журнала кима в основном с телекамерой ну а на этом я с вами прощаюсь до свидания